Прямой эфир 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 то у вас тоже, наверное, какие-то крылышки вырастают, да? Ну, настроение хорошее есть перед Новым годом. Очень многие люди обращаются перед Новым годом, что находится плохое на них, находится негатив, ненависть, порча, заглаз. Все в этом году оставляется. В Новом году переходят чистые. У кого венец безбрачий завязан, то же все в старом году должно остаться. А в Новом году заходят с чистой душой, с чистой телой. В Новом году заходят люди. И так, между прочим, у разных народов с новогодними праздниками связаны у них даже есть свои определенные ритуалы, такие, как, так сказать, с поколения в поколение передаются. Кто-то, там, итальянцы виноградинки съедают, да, загадывают желание. Кто-то там тоже записочки пишут, что плохое было, сжигают, чтобы оно действительно осталось в предыдущем году, чтобы в Новый год прийти обновленным, и в Новый год уже прийти без вот тех, так сказать, своих каких-то помарок, может быть, и неприятностей, которые будут в этом году уходящими. Ну, да, в этом году все плохое должно остаться. Должно вот что находится на человека в этом году. А в Новом году вот с хорошей душой, с желаниями, все вот эти нежелания исполняются в Новом году. Исполняются, когда человек очищается, снимает вот это, что находится в старом году и входит с открытой душой в Новом году. Ну, давайте начнем так, с малых на великих, да, с малышей на более взрослых. Конечно, для деток новогодний праздник – это всегда чудо, но это тоже всегда ожидание вот какого-то большого праздника. Но, с другой стороны, все-таки дети… Бывает даже так, что дети пугаются Деда Мороза, и что они очень плачут, да? Ну, да, есть. Дед Мороз может вызвать вообще, так сказать, у ребенка истерику. К этому тоже как-то его подготовить надо. Ну, конечно, надо подготовить ребенка, что Дед Мороз, Снегурочка придет. Надо его подготовить, сказать, вот к нам Дед Мороз, Санта-Клаус едет, сказать ребенку, что ребенок не боялся. Но дети вообще сами по себе, они очень пугливые. Вот часто это встречаем. Вот каким образом можно ребенка вот как-то защитить от того, чтобы он не подвергался? Все-таки психика очень ранимая у них. Вот. Они часто подвергаются испугу, там некоторые даже начинают заикаться, там косоглазие возникает. Ну, значит, на ребенка, на маму что-то вот произошло, вот какой-то вот как заговор, на что-то плохое наступило. И это передалось ребенку. И ребенок становится, он начинает боиться, у него страх в душе. Вот такой вот у ребенка начинается. И он даже собаку боится, даже кошечку боится. Но в таких ситуациях как вы помогаете? Вы вот работаете непосредственно с ребенком, или можно просто прийти с фотографией? Можно и с фотографией, но можно и с ребенком прийти. Но, ну, кто детей не могут, что они простыли, что они заболели, то приходит с фотографией, приходит. И я смотрю, и я говорю, что с этим ребенком. Почему он боится, почему у него страх есть, почему он как зашубанный, как вот такой вот. Я все говорю, что с этим ребенком происходит. Ну и удавалось, я так понимаю, помогать, да? Удавалось вытянуть ребенка из этой ямы? Конечно, удавалось как. Если приходит, я проверяю на звезды, на ауру, и смотрю, что с этим ребенком, почему он испугался, откуда это у него взялось. Я все говорю. Ну, наверное, в некоторых семьях все-таки праздники, а праздники обычно у нас Новый год, Рождество, потом Старый Новый год, в общем, аж до 23 февраля, короче, идет гулянка. Вот, и вот в многих семьях вот женщины, они как-то, ну, в напряжении ждут этих праздников, потому что, понятно, будут постоянные пьянки, а особенно там, где есть пьющий супруг или супруга, то уже заведомо, так сказать, они предвкушают, что будут проблемы, и им не до праздников, что называется. Вот в таких ситуациях как-то можно помочь, чтобы человек немножко остепенился, чтобы поменьше, так сказать, заглядывал у Ремку? Ну, конечно, можно, а есть вот другие, что вот пьют и не могут, вот хочет остановиться, но не может. Опять же, что-то, наверное, есть. Почему он пьет? Есть какая-то проблема-то, надо посмотреть, почему он пьет. Вот тянет его, и тянет, и тянет, и тянет. Значит, что-то было сделано или на супругу, или на супругу было сделано, что она пила, что у них в доме скандал, что у них в доме произошло ненависть. Вот такой вот, когда человек выпивает, начинается ненависть, проблему начинается, или она уходит с дома, или он уходит с дома. Вот такие вот проблемы у них в доме происходят. Есть такие женщины, которые бедняжки терпят, они зависят просто от него. Да, есть, которые терпят, а есть, которые уходят с дома. Но в такой ситуации, ну, как правило, пьющие люди, они же никогда не считают себя пьющими. Они говорят, да, я в любой момент могу остановиться, хотя человек не может. И он, конечно, если ему посоветуют обратиться к мастеру, он же никогда не пойдет в жизнь. Ну, если он не хочет, то приходит мама, приходит супруга, приходит с фотографией, приходит, и я проверяю и смотрю, что на этого человека, почему он начал пить, когда это было ему сделано, как. Я все скажу. Вообще, вот новогодние праздники и сказки, которые мы с детства знаем, и в литературе описаны очень хорошо, и у Гоголя, вот как происходят там рождественские гадания, вот это было всегда так принято, но я знаю, что, в принципе, таким простым людям это делать, так сказать, в общем-то, не очень полезно, потому что можно приобрести очень большие проблемы. На Рождество вот это вот все вот, что находится на человека, на Рождество самые большие силы есть, самая большая энергия есть у человека, и вот это вот все вот выходит, на Рождество все вот это снимается, все вот это колдовство, что было сделано на человека, на Рождество вот это все выходит с человека, и человек становится совсем по-другому становится, даже не только на Рождество, и на Новый год тоже, потому что в Новом году на Рождество, на Святой Николай, вот это все плохое остается, понимаете, в Старом году, и люди очищаются в Новом году на Рождество, на Святой Николай. Но человек должен знать, что его ждет впереди. Вот тут, наверное, тоже советуют, можно посоветовать обратиться к мастеру, чтобы, да, все плохое, дай Бог, чтобы оно осталось в прошлом году, но впереди неизведанные дороги, какой дорогой пойти? Вот как на развилке все это находится. Но вот клиенты, когда приходят, я смотрю, и я им говорю, по какому им пути надо идти. Если это не эта дорога, им не суждено по этой дороге идти, то им не надо идти по этой дороге. Я им все говорю, я открываю ауру, их не открываю карты, я смотрю, я говорю, что им надо делать. То есть можно предсказать, в принципе, что человека ждет, если он вдруг сделает неправильный выбор? Конечно. Что касается и работы, предположим? И работы, да, и работы, и в доме, и в бизнесе, и во всем. Каких-то новых приобретений? Конечно. Потому что мы всегда связываем, вот в Новом году я там, начну заниматься спортом там, или давай в Новом году там, заведем ребенка, вот как-то не получалось много лет. Но так своим решением, наверное, тоже сложно это сделать, если у людей не получалось. То есть это тут, наверное, либо к врачам, либо к мастеру надо, если бесплодие предположено. Ну да, если им врач там не помог, то, значит, им надо пойти к мастеру, посмотреть, почему это, откуда это взялось. Там, значит, только им по мастеру надо обращаться. Ну это тоже эти все, так сказать, весь тот негатив, который на человека был послан, он тоже каким-то образом снимается? Конечно, снимается, ставится, защита ставится. И обереги, наверное, специально. Конечно, и обереги, и защита есть, и амулеты есть для этого. Я хочу напомнить, мы работаем в прямом эфире, вы сейчас в правом нижнем углу видите номер телефона Анастасии, вы можете записать, и если вы, предположим, стесняетесь позвонить сейчас в эфир, задать вопрос, хотя, собственно, звонок может быть анонимный, может не представляться, вот, можете ей позвонить сразу по окончании эфира, вот, может, кому-то удобнее со слуха записать телефон, я его напомню, 067-851-4968, еще раз повторю, 067-85-14968, вот, можете позвонить либо сегодня после эфира, либо завтра, удобное для вас время, и встречайте Новый год, так сказать, в добром расположении духа, и во всяком случае с той надеждой, которая в человеке теплится, но редко когда бывает, что человек верит в эту надежду. Вот мы всегда чего-то опасаемся от будущего, да, мы иногда бывает даже, ну, как-то побаиваемся нашего будущего. А тут иногда надо действительно, наверное, человеку раскрыть глаза о том, что бояться-то не надо, тебя, если будешь поступать, предложим, таким образом, или таким, там, ты захотел уехать, там, за границу, там, заработать денег, или моряк, там, собирается в плавание, что его ждет? Он может вполне получить всю эту информацию у мастера? Ну, конечно, он может получить. Если его душа потянула, он должен идти. Он не должен бояться, он должен идти с открытой душой к мастеру, потому что это мастер ему поможет, что он вышел в море, что у него в доме было все нормально, что он уедет с, как вам, с открытой душой, и с открытой душой вернется. И защита еще, кроме этой защиты, морякам обязательно надо. Обязательно, потому что они в море уходят, они уходят на три месяца, на полгода, на год бывает, что уходят. Им для этого нужна защита, что их оберегало от этих штормов, от всего вот этого. Им нужна защита, что у них была... Ну, была сила определенная, да, что справиться с этим. Да, сила, да, что он мог справиться, что он не боялся, что он был мужественный, сильный. Вот еще одна из проблем жизненных, которые у нас встречаются достаточно часто, это то, что мы наблюдаем вокруг. Люди очень обозленные, вот, и часто нервно срываются. Ну, те, которые ездят в маршрутках, видят, иногда такие водители бывают, что такое впечатление, что они возят не людей, а какие-то дрова вообще. Еще и кричат на них, ругаются там чуть ли не матом. Вот, бывает на улицах часто видят, когда, ну, идет пара, явная, так сказать, семейная пара, вдруг они на всю улицу начинают друг с другом там спорить, ругаться и так далее. То есть люди на грани... Я понимаю, что психически больные люди, они должны находиться в клинике, соответственно. Но вот когда люди на грани вот такого нервно-психологического срыва, истощения нервного, можно как-то наполнить вот этот их сосуд чем-то таким, чтобы все-таки как-то людей успокоить и вернуть к спокойной, уравновешенной, нормальной психической жизни? Ну, конечно, можно. А может, у них между ними начинается ссора, неприятности, скандалы начинаются, и друг друга грызут, как кошка с собакой. Ну, это тоже можно посмотреть, почему так случилось, за что они так друг друга ненавидят, может, им что-то там сделано было, может, что-то у них нехорошее есть. То есть кто-то позавидовал. Может, им, да, кто-то позавидовал, или кто-то их сглазил. Это опять же надо посмотреть. То есть можно приходить, советоваться. Конечно, советоваться. Может, кто-то один из супругов, либо родители, да, которые наблюдают эти сцены и картины. Да, либо родители, либо подружка, или там, друзья позавидовали им. И у них началась ссора, скандалы, других разрушений начинаются, семьи начинаются. Когда на человека сглазились, начинаются споры, споры и разрушения. Как-то коловородит просто, да. Да, разрушения начинаются в семье, начинаются неприятности до развода. Да, к сожалению, такое мы встречаем, но действительно хотелось бы все-таки, чтобы, говорят, семья – это ячейка общества, чтобы семьи все-таки сохранялись и жили вполне нормально, потому что первое, на ком это отражается, это дети, собственно. На дети, да, отражается очень сильно на дети, отражается. Дети начинают нервничать, начинают становиться как душевно больны, становятся вот это вот стрессы. Это торможение в развитии у них тоже возникает. Да, вот стрессы начинаются, начинают пить, начинают курить, начинают наркоманами становиться, начинают вот от стресса, потому что мама с папой развелась или вот-вот разведутся. От стресса начинается, дети портятся. Начинается. И не только… Вот на них, и от них к детям, понимаете? И дети начинают как стресс, как все вот такое вот… Приживаются. Удар, да. Знаете, вот иногда встречают такие ситуации, встречаются, что когда… Вот есть дети, которые рано начинают говорить, да, они быстро соображают, познают этот мир там, вот и так далее. А есть другие. Дети рождаются они с заторможенным развитием. Причем, ну, бывают случаи, когда там, не знаю, до трех, до четырех, там, чуть ли не до пяти лет, тут ребенок какой-то, видно, что он отстает от остальных. Потом потихонечку он начинает догонять своих сверстников. А из-за чего это происходит? Вот это как-то можно диагностировать, узнать вообще, из-за чего ребенок вот в таком вот зажатом состоянии? Ну, да, это можно узнать, ну, можно посмотреть, сперва надо, как ребенка проверить, почему он такой, почему это стало, может, это от мамы все перешло к ребенку во время беременности, и ребенок стал вот такой вот. То есть могли быть какие-то стрессовые ситуации у мамы, я думаю, на поле перейти. Да, может, в доме какой-то стресс, может, у нее был какой-то удар большой, отреагировалась на ребенка, отреагировалась. И поэтому ребенок такой вот становится. Он как заторможенный, как вот не разговаривает, вот такой вот начинается. Ну, как-то можно помочь в такой ситуации? Конечно, можно, да. Можно с ними? Можно. Вы рассказывали в нашей прошлой встрече, я думаю, стоит это повторить, о том, что вы даже занимаетесь, скажем так, мужскими проблемами. Конечно. Вот, связанно с их половой системой. Что и как происходит, и обращались ли к вам люди, и удавалось ли помочь? Ну да, приходят, бывает, и мужчины, и помоложе. Ну, опять же, с травами, с обрядами, с молитвами, с свечами. Вот это вот я делаю, и они себя чувствуют нормально. Ну, травы имеются в виду, какие-то вы им рекомендуете пить, настои травяные, да? Да, настои травяные, там, с священными водами у меня, которые остались. По настоятельству я вот даю вот эти вот священные воды, ну, с молитвами, и все, ну, даю им. И они делают вот это, что я им говорю. Ну, и помимо этого, наверное, кроме вашей непосредственной работы, вот, ну, человек обратился, предположим, вы помогли, да? Вот, продиагностировали, узнали проблему, определились, в чем эта проблема, подсказали там, или, ну, провели свою работу, как вы ее проводите над человеком. В общем-то, каким-то образом его вернули, так сказать, на нормальную рельсу. Но дальше человек, наверное, должен не, так сказать, жить по инерции, как он жил раньше, а он должен еще пересмыслить, наверное, свою жизнь и как-то все-таки иначе на себя посмотреть. Может быть, чаще в церковь ходить, может быть, чаще там обращаться, так сказать, ну, к своим близким друзьям, к Богу. Ну, мои клиенты ходят в церковь, молятся, ставят свечки, пожалуйста, пускай ходят, я ничего такого не говорю. Но это у него, я в эфир это не могу говорить. Вот, что там было, я это просто в эфир не говорю. Ну, это сугубо индивидуально вы работаете с людьми? Да, я своими клиентами работаю. Ну, они довольны и остаются. Мои клиенты все довольны, мне, мной и остаются. Вот на прошлой нашей передаче был звонок в эфир, кстати, у нас еще есть 5 минут времени, можете позвонить, если хотите. Вот, и вот я немного не могу понять, ну, понятно, что это не дано понять и чувствовать, так сказать, нам, как это происходит, но каким-то образом, вот по голосу, по звукам, вибрации вы тут же оцениваете человека, в каком он состоянии, с каким он настроением? Ну, когда человек мне звонит, я могу определить, что с этим человеком, какая проблема, как он себя чувствует, что за проблема у него. Я ему говорю, что ему для этого надо. Ну, давайте мы вернемся еще раз к дню Святого Николая, к Новому году и к Рождеству. Действительно, это очень волшебные дни, вот это несколько недель, вот такого волшебства, которое и чудо, которое будет происходить вокруг нас. Вот, что бы вы посоветовали людям, вот как лучше всего провести вот эти вот дни? Вот, что лучше делать, чего лучше не делать, может быть, от чего-то оберегаться? Вот я уже упоминал, что вот есть вот молоденькие девчонки несмышленые, там, пытаются там гадать, да, и потом на себя накликивают беду такую, что... На себя не надо, сама на себя не надо гадать, потому что, ну, вот, я не знаю, на себя никогда это нехорошо, потому что, как потоп идет на нее, как вот что-то такое в семье не начинается, вот, как разрушение, как неудача, невезение. Вот это сама себе не должна, она должна обратиться к мастеру, если у нее есть какая-то проблема, пускай она обратится к мастеру, а сама себе не надо, что она сама себе гадала, там, или на карты, или на что, сама себе не надо, что она гадала. Ну да, тем более, что вот эти вот все, ну, я помню, мы еще в детстве баловались по глупости, а ведь действительно они серьезные, это вот там, ну, ночью перед зеркалом, там, еще какие-то бумажки сжигают, там, и так далее, воск там капают в воду. Вот, им кажется, что это просто балостон, но на самом деле за вот этими, так сказать, пасами, за этими ритуалами кроется большая опасность, и поэтому лучше, конечно, этого не делать. Да, это не надо делать, это, если какая-то проблема есть, или у мамы их, или у них, они должны к мастеру обратиться, а самой себе, там, свечами перед зеркалом, это не надо, потому что они на себя беду... Ну, просто накликают на себя сами беду. Да, просто на себя большую беду окликают, а так они должны к мастеру обращаться, потому что перед Новым годом сейчас очень много негатива есть, очень много невезения есть, венец завязан от других девочек, не везет им в любви, в счастье, в доме проблемы начинаются, денежный канал у других закрыт, с деньгами у них проблемы, невезение, не везет им. Вот это вот все, что находится на клиенте, она должна обратиться к мастеру, что вот это, что плохое находится на нее, что осталось в старом году, что она в Новом году зашла чистая, что она с этой проблемой не зашла в Новом году. Ну да, и чтобы Новый год, что называется, с чистого листа начался. С чистого листа, что она встретила Новый год своей семьей, нормально, что у них в доме было нормально, что они кушали, пили, веселились, радовались. А что не было у нее, слезы, горе в Новом году. Ну да, и просто возвращаясь еще раз к этой проблеме, действительно, не стоит вот этим баловаться, не стоит этим шутить, потому что действительно те мастера, которые, действительно мастера, которые работают, им же это передается по наследству. Конечно. Из поколения в поколение, и существуют, там просто по книжке выучить, это все невозможно, да, это только передается просто, так сказать, из поколения, это специально, вот существуют такие семьи, которые этим занимаются, которые помогают людям, и с этим шутить нельзя, я так понимаю. Вот, ну, у нас остается уже меньше минуты до окончания эфира. Вот, давайте, наверное, что-то пожелаем нашим телезрителям в Новом году, что бы вы хотели им сказать? Я хочу пожелать своим телезрителям, что они с своей бедой не оставались наедине, что они обращались. Ой, а у нас звонок есть, знаете, все-таки дозвонились. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Вот, скажите мне, пожалуйста, в следующем году выйду ли я замуж? Спасибо. Только имя, да, и дату рождения. Да, имя, год, дождь. Имя, дату рождения. Или уже трубочку положила? Ой, вы знаете, ну, к сожалению, у нас эфир уже подходит к концу, вы не успели задать вопрос, вы трубку положили. Вот, еще раз напоминаю, вот справа, видите, внизу телефон 067 85 14 968. 067 85 14 968. Вот, буквально сейчас, после заставки, сразу звоните Анастасии, мы сейчас выйдем из студии, и вы с ней поговорите, и она ответит на ваш вопрос. Ваш вопрос неотвеченным не остался. Ну, и действительно, присоединяюсь к вашим словам. Всем счастья, удачи в Новом году. Вот, пусть вам повезет, и действительно, Новый год принесет вам много-много радости, а все, весь негатив останется в году предыдущем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова